Мы делаем что? У нас есть некоторый аштрих, который на вход подается очередной кусочек, ну и сначала какое-то первое значение, и оно продуцирует свое следующее значение. Потом снова работает аштрих, который вот предыдущее значение получает, и очередной кусочек к нему добавляет. Ну и так далее. Ну и вот в самом конце происходит что? Здесь у нас выравнивается до длины кратной, длине блока хеширования все. И вот мы получаем предыдущее значение, берем вот дополненное значение, применяем аштрих. То, что на выходе есть, это собственно есть значение аш. Большинство хешфункций работает именно так. И для большинства хешфункций прямо в стандарте написано, каким образом у них работает выравнивание. Там чаще всего первый байт это 0x80. 10, потом много нулей, ну и потом в конце длина добавляется. Ну в зависимости от хешфункции длина может занимать там 4 байта, 8 байт, 16 байт и так далее. Витя, наверное, уже догадался, на предыдущем стейфе было такое задание. Нет? Так вот, и в общем, что мы можем сделать? Допустим, последний кусочек информации, это то, вы отправляете информацию банку, и последний кусочек, это то, сколько денег вы хотите перенести на чей-нибудь счет. Как можно открывать такую систему? Смотрите, фактически мы что знаем? Мы знаем значение функции аштрих на неполном этом кусочке плюс выравнивание. Таким образом, если мы сейчас добавим сюда какую-нибудь дополнительную информацию, выковырием из исходных текстов h, вот эту функцию аштрих, и вот подадим то значение, которое мы перехватили на вход аштриху, и передадим то, что мы хотим добавить на вход аштриху, то мы получим, по идее, h от, ну, s в конкретинации с каким-то, ну, вот, x и y, и конкретинации с y. И мы можем передавать вот это вот h от s в конкретинации с x и в конкретинации с этим y, ну, и конкретинируем здесь с x и еще раз с y. И таким образом мы что-то добавили в конец, присылаиваем его сообщение и даже смогли подменить аутентификатор. Ну, если это сообщение банку о количестве, там, переводимых денег, то, во-первых, здесь внезапно много нулей пока появится, ну, и что-нибудь еще в конце припишется. Если вы тот, кому эти деньги, собственно, предназначались, ну, вы, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы вот это вот больше стало, да? И вот вроде бы на первый взгляд все хорошо, а на самом деле нет. Поэтому, ну, как бы главное правило криптографии, да и вообще всех механизмов безопасности в том, что если вы не эксперт, то берите то, что готовое есть.